Продолжение следует... И дальше они помилованы. Почему? Потому что... А как они вообще иначе из зоны попали на специальную военную операцию? На основании чего? Ну хорошо, их заключил контракт в Министерстве обороны. А кто их отпустил-то? Значит, только механизм помилования. А механизм помилования, значит, через полгода. И вот посуетились, и к лету придумали закон. Быстренько приняли в Думе. Придумал его Павел Крашенинников, глава Комитета по законодательству Госдумы. И ввели совершенно новый вид освобождения заключенных из тюрем. Если раньше как было? С окончанием срока выходили из тюрем. По условно-досрочному освобождению. То есть по решению суда и примирению с потерпевшими. И помилование. То же самое. Примирение с потерпевшими и президентское благословение. Но еще можно было уходить по актировке. То есть это по болезни. То есть это, в общем, умирать домой. То теперь появилась новая штучка, которая называется условное освобождение. Без досрочного. Здесь решений суда не надо. То есть дядя Миша и дядя Вася решают, то есть военком решает и решает начальник зоны, что вот этого, этого, этого берем на СВО. И по условно-освобождению выписываются справочки. Значит, конечно, это для заключенных похуже, чем помилование. Но здесь они уравновесили деньгами и условиями. Потому что, если раньше, вот до осени этого года, Министерство обороны забирало на основании опять непонятно чего людей на войну, они не заключали с ними настоящий контракт. Называется, читайте то, чтобы подписывать, особенно мелкий шрифт. Это был не военный контракт, это был контракт добровольца. То есть заключенные, которые шли на полугодовой контракт, на полугодовую службу и дальше белым лебедем домой, если выживешь, они были в статусе добровольца. У них не было статуса военнослужащего. Поэтому зарплата оказалась у них не 200 тысяч, а 100 тысяч. Поэтому ранения лечат только на передовой, а дальше езжать домой, долечиваться сам за свой счет. Поэтому никто не будет искать твоего тела, и никто не будет платить за твою гибель. Потому что добровольец, еще вот написано в контракте, мелкий-мелкий шрифт, пожалуйста. А когда заключенные освобождаются условно, они заключают все-таки контракт, и они приравниваются к военнослужащему. И приравниваются, в общем, к мобилизованному. Поэтому служить будут бессрочно. Ну, в общем, не то, чтобы есть из чего выбрать. Выбирать не из чего. То есть до осени их фрактовали как под добровольчество и под президентский указ о помиловании. А после осени, когда сообразили, что сил уже никаких нет, жены мобилизованных недовольны, и все бухтят, и говорят, кривая преступность вверх поползла. И что-то какие-то недовольные потерпевшие, мало того, что потерпевшие опять недовольные, надо что-то с этим делать. Ну, вот и сделали. То есть фактически сейчас людей в армию берут до тех пор, пока не кончится война, она не кончится в обозримом будущем. Да, более того, вчера и позавчера начали писать очень многие каналы, связанные с тюрьмой, про случаи, надо сказать, не исключительные, когда одни заключенные, ну, мошенничают, да, вымогают других заключенных деньги, и довольно большие деньги, за устройство на СВО. И как, рабочая схема? Насколько это распространено? Нерабочая, 300 тысяч стоит услуга, схема нерабочая. Заберут по-любому, но если хочешь побыстрее, там надо платить деньги. Но там, судя по всему, в доле сотрудники ВСИН, потому что парень, который провернул это с несколькими своими, так сказать, собратьями по бараку, по несчастью, быстренько был переведен в другую зону, потому что только собрал урожай, его перевели в другую зону. Ну, что ты мне сделаешь, я вообще в другом городе живу. Ну, то есть, можно ли сейчас уже сказать, что официальная политика в отношении заключенных, которых вербуют на войну, это не допустить их возвращения домой? И не допустить их освобождения? Не допустить их освобождения, не допустить их возвращения домой, успокоить тем самым и жен мобилизованных, и, собственно, негодующую общественность. В общем, прошло всего два года, как до этого, в общем, дотумкали. Ну, то есть, таких историй, которые, например, обсуждаются в последнее время, у человека, забыл точно его фамилию, который убил, изнасиловал маму двух детей, и потом через три месяца вернулся к себе домой, вот таких историй станет меньше, я правильно понимаю? Не то, чтобы их не будет. Будет. Их станет меньше. Значит, смотрите, в октябре начали вербовать в зонах после условного освобождения, то есть, тех, кого завербовали, например, в сентябре, они будут помилованы. Они будут помилованы в марте, и поэтому еще будут в феврале выходить, к тем, кто был завербован, там, в июле и так далее. Так что пока этот поток не стекает.